духовное освобождение духа блуда три шага к свободе мир вам братья сестры приветствую вас на блоге виктор обуслов познания иногда мы сталкиваемся с некоторыми проблемами которые переходят за грани нашего понимания то есть решить нужно а не знаем как также и духом блуда это существо это дух и лечение должно быть духовным так как получить духовное освобождение от духа блуда есть три универсальных шага которые мы рассмотрим начнем рассматривать в этом подкасте и продолжим последующих на этом блоге тема касается многих терминов есть популярные ошибки которые часто допускаются мы все будем подумать мы все будем подробно рассматривать и под конец вы все будете хорошо и знать и понимать братья сестры понимание это основное что нужно в этой теме так как победа над грехом и нечистыми духами уже произведена иисусом христом мы только ею воспользуемся то есть мы применим ее в своей жизни духовное освобождение от нечистого духа три шага во-первых это церковь во вторых пост в третьих молитва все эти три шага мы рассмотрим в этом подкасте но если вы захотите более детально то более скрупулезно и детально мы рассмотрим эти шаги в следующих подкастах хотите достичь духовного освобождения духа блуда в этом подкасте мы рассмотрим три универсальных шага для достижения духовной свободы от духа блуда присоединяйтесь к нам когда мы углубимся в силу молитвы поста и веры преодоление духовных испытаний не забудьте подписаться на больше контента о духовном благополучии и личностном росте начало освобождение духа блуда важно знать и с все нечистые духи сатана уже поражены иисусом христом суд уже произведен здесь на земле они определенное время и участь их уже определена богом эта участь уже неизменчиво откроем откроем послание колоссянам 2 главу стих 15 отняв силу на часть и властей властно подвергтесь их позору это говорится об иисусе христе восторжествовав над ними собою это послание колоссянам 2 глава 15 стих почему это важно потому что нет ни одного нечистого духа кто может про может противостоять иисусу христу и его имени когда мы молимся в духовный мир там братья и сестры больший порядок чем у нас на земле и про упоминание имени иисуса христа повинуются все нечистые духи и без прикословно иногда а может из подачи сатаны мы забиваем мы забываем это и представляем духовный мир как наш каждый делает что хочет но это абсолютно не так в мире сатаны все держится страхом и беспрекословным подчинением господь совов творец всего второе важное основание которое нужно знать это то что бог творец а духи творения откроем ветхий завет посмотрим что говорит пророта иеремия 10 глава стих 16 не такова как их доля иакова ибо бог его есть творец всего и израиль есть жезл наследие его имя его господь совов это иеремия 10 глава 16 стих да бог творец а все земля материальный мир весь духовный мир и его жители это творение и все подчиняется ему это два важных основания для того что получить духовное освобождение от духа блуда а также и всего что может быть в духовной борьбе церковь или мэрия церковь или тело христова братья и сестры когда у нас болит живот куда мы идем в гастроном или в больницу а если поломалась машина куда идем в больницу или в автомастерскую если мы решаем проблему с духовным миром куда нужно идти в мэрию или в божье строение на земле да все духовные проблемы нужно решать именно в живой церкви друзья не слышать о церкви а именно быть членом какой-либо церкви то есть быть частью общения святых быть частью тела христова откроем евангелие от матфея 16 главу стих 18-19 я говорю тебе ты пётр на всем камне я создам церковь мою и брата ада не одолеют ее и дам тебе ключи царства небесного и что скажет и что свяжешь на земле то будет связано на небесах и что разрешишь на земле то будет разрешено на небесах это евангелие от матфея 16 глава стихи 18-19 да если есть какие-либо проблемы с духом блуда первый шаг это прийти в церковь чтобы за вас помолились чтобы вы освободились и конечно чтобы вы остались там и посещали собрание друзья не только в пасху вы посещаете церковь в другие дни кроме праздника пасхи если да поставьте лайк друзья если человек не ходит церковь тон как сухая ветвь не приносящая плода вроде бы есть но жизни ветви нет церковь и собрание верующих это как корень для нас который укрепляет и дает рост всякой нашей жизни хоть мы этого сильно не понимаем то есть не видим физическими глазами но церковь дает нам духовное освобождение духа блуда и силу жить христианской жизнью сопротивляться греховной плоти стоит отойти от церкви перестать посещать ее то через время конечно первое время человек сможет своими силами противостоять греху но со временем духовно ослабевает и и греховная плоть возьмет свое грех возвращается в жизнь человека после для того чтобы получить духовное освобождение если проблема со здоровьем то хорошо жить с применением диеты даже многие болезни можно лечить диетой так так друзья то есть воздержание поможет сохранить здоровье но в чем разница между диетой и постом диета касается только физического тела и для тела пост это воздержание от некоторых физических бытовых вещей для того чтобы усмирить плоть и напрямую связано с посещением церкви молитвой посещением церкви значит быть частью живого общения пост без церкви и молитвы это диета она не затрагивает духовную сущность человека поститься и молиться должен не только тот кто молится за духовное освобождение от духа блуда наиболее важно чтобы человек кто хочет освободиться жил и постился дух блуда он извне всегда действует в паре с греховной плотью в человеке внутри и пост умертвляет делает бездеятельной эту греховную плоть посты бывают разными попробуйте сначала мокрый пост воздержание от пищи у кого позволять здоровье только на один день утром позавтракайте и ешьте до утра и и не ешьте до утра следующего дня попробуйте их вот раз в неделю если чувствуете побуждение плоти дальше возьмите два дня в неделю если нет попробуйте сухой пост не употреблять пищу и воду в это промежутки времени у кого не позволяет здоровье воздержаться можно только от всего привычного в нашей жизни это телевизор телефон и соц сети и так далее главное это воздержание от обычного условия жизни с целью приблизиться познать бога ближе сестры попробуйте прожить день без соц сетей а мужчины без телевизора и конечно во время поста важно очень по это посещение церкви собрание и пребывание в молитве между тобой и богом в твоей комнате никому не рассказывайте что вы пребываете в посте пусть это будет только между вами и богом тогда будет результат это я не от себя говорю о постей и учит о постей и молитве учит иисус христос на горной проповеди откроем евангелие от матфея 6 глава стих 17 18 а ты когда постишься помашь голову твою и умой лицо твое чтобы явиться постящимся не перед людьми но перед отцом твоим который в тайне и отец твой видящий тайны воздаст тебе явно это евангелие от матфея 6 глава стихи 17 18 это я рассказал коротко пости более детально расскажу в следующих подкастах но этого хватит для того чтобы держать свою греховную плоть под контролем и когда вы получили духовное освобождение от духа блуда удержать эту свободу а вы постились хоть один раз своей жизни если да поставьте лайк молитва которая освобождает когда вы хотите получить духовное освобождение от духа блуда конечно вам нужно прийти в церковь чтобы за вас помолились если вы одержимы вы сами не сможете помолиться нужно на помощь извне конкретная молитва освобождения духа блуда не существует в таком случае всегда ведет дух святой так как он и освобождает не молящийся а служитель духом святым и вся заслуга освобождения не на человеке а на духе святом откроем послание якого 5 главу стихи 14 по 16 более никто из вас пусть призовет пресвятеров церкви и пусть помолятся над ним помазав его елеем во имя господне и молитва веры исцелит болящего и восставит его господь если он соделал грехи и простятся ему признавайтесь друг перед другом проступках и молитесь друг за друга чтобы исцелиться много может усиленная молитва праведного это и послание якого 5 глава стихи 14 по 16 тут важны два фактора во первых больному нужно чтобы исцелиться нужно признавайтесь друг перед другом в проступках то есть исповедь признаться грехе здесь нужно рассказать что делаешь как живешь именно в этой сфере где проблема друзья они расскажут старшему служителю о политике исповедание той сферы жизни где проблема и результат исповедание молитва получение исцеления и духовное освобождение от духа блуда личная молитва человека молитва того кто нужнается в освобождении тоже очень нужна очень важно давайте поговорим повторим во первых молитва за вас для освобождения во вторых ваша личная молитва дома в тайной комнате если хотите результат то тайная комната место встречи с богом братья сестры на горной проповеди нас учит господь правильной молитве если учит значит можно молиться и неправильно неправильно и когда это когда наши неправильно это когда наши молитвы не приносят результат отец не воздает этому не я учу об этом учит нас иисус Откроем Евангелие от Матфея, 6 главу, 6 стих. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. «Отец Небесный видит тебя в твоей комнате, и молитву тоже. Ведите молитвенную жизнь дома, правильную молитвенную жизнь, чтобы Отец воздавал явно». Как молиться наедине с Богом? Молитва. С чего начать? Это, во-первых, конец, конечно, молитва Отче наш. Попробуйте, как только откроете глаза, сразу встретить свой день этой молитвой. Стесняетесь, что Бог увидит вас ненакрашенной? Не беспокойтесь, Он Отец ваш. Он видел вас, даже когда вы спали. Как ребенок, когда только родился, делает первый вздох и кричит, так и вы. Как только откроете глаза, встретите этот день молитвой Отче наш. На практике вы увидите, как ваша жизнь изменится. В течение дня уединяйтесь и рассказывайте все свои желания, мысли, переживания. Вот прям так и говорите все, что думаете. И закончите молитву словами «Во имя Иисуса Христа». Как нам советует апостол Павел в послании Филиппийцам, 4 глава, стихи 6 и 7. Не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением, открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание Филиппийцам, 4 глава, стихи 6 и 7. Такой молитвы будет достаточно, но, конечно, возрастайте в молитвенной жизни. Как это? Когда начнете молиться, вам Дух Святой покажет следующий шаг. Этот шаг индивидуален и откроется Духом Святым каждому лично. Просто начните молиться и все увидите. А у вас есть тайная комната, где вы молитесь и встречаетесь с Отцом Небесным? Если да, поставьте лайк. Открытие духовного освобождения от Духа Блуда за три шага. Будем заканчивать. Сегодня я рассказал о трех шагах, чтобы получить духовное освобождение от Духа Блуда. Это церковь, пост и молитва. И все в краткой форме. Применимо для всех, верующий Богу или нет. Хотите детально? В следующих подкастах, где мы открываем темы, важные для здоровой духовной жизни. И рассмотрим такие вопросы, как, например, Если человек верующий, то он не может быть одержим. Так что ему мешает получить освобождение. Рассмотрим вопросы поста, церкви, молитвы более детально. И все, что касается этой темы. Освобождение нечистых духов. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени. Смотрели, что говорит апостол Павел о молитве и о наших желаниях. Учились у Господа молиться и поститься. Более того, мы еще много будем говорить на темы Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь и будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. С вашего позволения, сегодня я заканчиваю. Вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, то, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Когда вы ставите лайк, мне нравится, или делитесь, рассказать друзьям. Вы помогаете служению, спасению и распространению Слова Божьего. Аминь. Продолжение следует...